Те устройства, к которым мы относятся, спасибо. И мы надеемся, что наши пользователи получат позитивный результат, отношение к нашему устройству. Если это спортсмены, они будут перегружаться, будут смотреть результаты на свой средств, и не во время тренировки делать обносить в свой организм с помощью угрозного восстановления. Касаемо пользователей браслета, они, значит, пока не больше, начнут спать, лучше высыпаться, следить за своим здоровьем. И мы надеемся, что закрепная сторона всего этого дела присутствует. Я думаю, что большинство производителей на симптом устройства, например, в сей минуте, помочь пользоваться с угрозой. У нас очень интересно получилось, что с утром от меня сидит позитивист, слева от меня сидит больше реалист. Но у нас, к сожалению, время ограничено. Это очень интересный разговор с каждым с ним влияет на симптомы с ростом позитивно или током. Я хотел бы так перейти к следующему вопросу и от Дмитрию. Касательно, я знаю, что уже давно активно приведете к премьеру с многими инвесторами. Как инвесторы сходят на вас, на этот, например, девайс, на что они обращают внимание этому? Многим, кто будет это интересным? Ну, исходя из нашего опыта в общении с инвесторами, могу сказать, что, ну, наверное, все прекрасно понимают, что основной ряд момент при общении с инвесторами – это фишка. Какая фишка именно у вас? Мы, исходя из своего опыта, можем сказать, что группа опыта, или, скажем так, форматка в эфире, форматка – это продвижение лично глобального вроде экосистемы. То есть мы являемся непосредственно, например, разработчиками фитнес-гарджетов. То есть я не знаю, что фитнес-гарджетов, я умеялся устроить, написать нам автор при этом, он предлагает нашу опыту и его плаву для хранения данных измерений пользователей на даме. Я не говорю, что некоторые видят где-то, у нас есть веб-ап, у нас есть мобильные приложения. В частности, я смотрю, что приложения вообще не работали сливайсами, они изначально были созданы для этого. То есть мы предлагаем создать экосистемы. Это подходный вратит. То есть мы даем инвесторам понять, что тут есть какая-то экосистема, которая будет продвигать, которая примерно готова справляться с некоторым, ну, целым рядом с адресом. Этот подход не устраивает далеко не все. То есть многие инвесторы заинтересованы в том, что получить будет локальное решение. То есть продукт, который будет делать со 100 на 1, делать это хорошо и не принадлежать ничего другого. То есть это совершенно диаметральный, как и уложенный подход, но в том числе им тоже интересует. Собственно, исходя из нашего опыту, его можно и адекватное направление. Спасибо большое, Дмитрий. И я хотел бы сейчас следующий вопрос относить к материне, чтобы она дратко рассказала о том, какое влияние обязывает умещение производителям, телефонов, нацовку Apple, на этом данном, наносимых девайсах. И какие остаются возможности для независимых производителей? Наверное, начнем с прямого рынка. Я думаю, что Apple в сегменте смарт-школов появлялись огромным драйвером роста. Они перво анонсировали с HD. Рынок сразу начал движение. Да, конечно, они прошли в это тестирование, готовятся выпустить что-то новое, но Apple тогда своей новостью взорвали рынок. Так же, как и все мы, большинство пользователей дали выход смарт-часов. Очень многие западные анонитики говорили о том, что это также взорвется сегмент смарт-часов, что они будут очень укупаемы, несмотря на свою высокую стоимость. Вот, и если посмотреть статистику ГАЗ по продажам смарт-фонов, то 5 производителей, все они, выпустили хотя бы одно насильное устройство. То есть, влияние, все хотят присутствовать на этом рынке, все пытаются поставить что-то уникальное. Так, я говорила уже про Samsung ERS, которые представили спецмарт-часы с Сепратой. Вот, и влияние очень большое. Для независимых производителей на российском рынке есть место. Я считаю, что есть очень много хороших разработчиков, которые не сильно отходят в инвестиции. Вот, и очень многие идеи от нас используются на Западе. Там уже получаются какие-то устройства, которые выходят на рынок не под нашим именем. Вот, и поэтому для российского рынка есть большая река. Вот, я представляла тоже по ассортименту очень много российских производителей. Действительно, большое количество, и пока то самое время, когда есть у вас вопросы. Здорово, спасибо большое. Надеюсь, что российский рынок взорвется все эти стартапы, которые сейчас получат огромное будущее. А следующий вопрос я буду снова отрицать. Игорь, очень интересный, конечно, концепт негативного воздействия. В связи с этим такой вопрос. Как вы планируете продвигать такой товар, то есть какую политику планируете делать? Ну, вопрос очень буквально и своевременный, потому что сейчас мы знакомы с Анастасиями, когда у нас готовый прототип. Вот, и в дальнейшем вещь в общем-то универсальное. Абсолютно, если говорить о вопросовании, то есть это шаблон, и не важно, чему учить, не важно, на каком языке, не важно, какой тест. И здесь это совершенно интересная вещь, поэтому, конечно, есть желание и стремление, как проводить можно сразу на международный рынок и так далее. Как это делать, честно говоря, пока непонятно. Вот, по формовой негативной организации, это, скорее всего, будет API, это все-таки битуме решения и возможность независимого производителя поставить, выставлять этот функционал, по желанию выиграть, в базовательном проекте, то, что у нас есть и прикладные вещи, там, и систему повредения, не знаю, что мы налогили пчатку в шестеро и наказали за это. Вот, вариантов очень много, которые, наверное, сейчас в голову не приходят. Ну и какие-то решения мы, наверное, конечные будем делать сами, которые просятся. Вот, давай так. Спасибо, а вот, я просто не совсем понятно. Все-таки хитнес-трекер, который бьет тебя током, в том случае, когда он вообще, по словам, бьет тебя током, он изначально торгает. Ну, конечно, я думаю, что мало людей, кто сейчас тут наказан. Вот эта проблема, наверное, уже станет перед самими пользователями и перед вами. Как вы планируете ее еще? Ну, слышно, да? Вот. Понимаете, дело в том, что, вот, опять же, мы, как я повторюсь, раньше мы не задумывали, смотрите, но мы ничего не придумывали. Вот этот фактор, он есть буквально на каждом шаге в реальной жизни. Просто мы придумали решение, как это технически привести вот виртуально. Мне кажется, вот сейчас, я бы сказал так, что если вот этого негативной обратной связи нету, то в жизни вообще ничего не появится. Вот. Поэтому, да, как кому-то это не понравится, вот это не поймет, но это дело абсолютно стопровольное. Здесь нет насилия, здесь сам человек принимает решение. Вот, которая там называется Life Plus. То есть, он не комфортит время для жизни. Потому что, условно, жизнь можно человеку разделить по разным критериям, по-разному. Вот если вы представите ситуацию на две части недели неравной жизни человека, когда он будет принимать какие-то усилия для того, чтобы что-то достаточно. И второе, когда он располагается результатом. Мы предлагаем сократить вот это время, когда человек принимает усилия в частности для обучения. Естественно, поскольку время жизни человека фиксирует всегда. Это невосполняемость неговая мечта, за время как мы просто можем потратить удовольствие. Поэтому, просто здесь, наверное, надо это объяснять, а кто поймет, тот поймет, а кто не поймет. Ну, на самом слове есть такое, что технология не рекомендуется использовать тех, кто не знает, как использовать свое свободное время. Ну, что ж, по крайней мере, вы верите в человечество, что люди настолько национально и с пределами того, чтобы покупать это устройство. Ну, я надеюсь, что ваша вера, она отравняется. Хорошо, тогда я хотел бы тот же самый вопрос, касательно маркетинговой политики, задать Данилу, другой бизнес-концепт, более стандартный. Хотел бы уточнить вопрос, касательно методов продвижения своего продукта. То есть, ну, скажем так, мы говорим не о методах прямых продаж, а просто о продвижении своего продукта. Но методы все достаточно стандартные, это разные виды обзоры. Я просто хочу добавлю, вот, вы статапы, российский. Какие именно вы используете инструменты продвижения? Какие площадки, может показаться, будут полезны? Ну, я не знаю, насколько я вам попросил называть это название площадок. Я думаю, здесь, в этом зале все и полезны. У нас все эти математические площадки, которым интересуются каждый из нас, кто здесь сидит. Мы по мере возможности пытаемся продвигаться к нам, различные виды обзоров, статей и так далее, пиаров, во всех новых проявлениях. Также мы в качестве опроса. Для нас, как отмеченным моментом, является возможность присутствовать в очередь наш товар, найти поддержку в наиболее крупных площадках продающих, руны, которые связаны с темой насильных устройств, газов для здоровья и так далее. Это, в принципе, то, что дает свои плоды, как инструмент продвижения большого продукта. То есть, когда пользователи видят продукт продажи на площадках, который будет играть с другого. Ну, на самом деле, скажем так, просто говорили о влиянии гигантов на рынок. На самом деле, мы сейчас видим очевидную вещь, что, ну, как я наступаю на рынок, в общем, большое внимание к тем или иным товарам, которые прикрываются, ну, допустим, мы знаем, что сейчас на стое продаж, кидыстрейкеры мы продаем, вот там 80% от продаж всей продукции у нас составляют все кидыстрейкеры. Вот. Но рано или поздно мы понимаем, что и время закончится, и мы надеемся, что другие продукты тоже будут востребованы, и к ним будет привлекаться столько же внимания, мы сможем сделать достаточно объем продаж. Эти продукты тоже хорошо. Тогда уточняю еще вопрос. Вы сказали, что сейчас продажа кидыстрейкает 8%, а вы гипнозируете изменения структурных продаж, и что другие продукты будут более конспективными? Рано развить эту тему? Да, смотрите. То есть, ну, опять-таки она тема, и лично касается имени нашего продукта. Просто дело в том, что остальные продукты мы спустили, там, протон, месяц назад, роскошные новые весы, которые были под презентацией Владимира. Они, ну, выделяются наличными конкурентами, особой ценой и большим количеством параметров, которых нет ни у кого. И мы делаем на них очень большую ставку. Мы планируем вывести, сделать от этих 20% процентов процентов 40-50. То есть, ну, как бы все остальные девайсы, которые мы купили с ними. Ну, все-таки вот, кроме весов, какие еще продукты? Ну, еще очень гулярен, например, кульсоммеры. То есть, мы вот сейчас спустили тоже япону, но он очень сезонный. То есть, когда люди в основном веки удовольствовались кульсом и травилетов, и спрос на них. То есть, это не только наши данные, это данные моих продающих площадок. Очень-очень сезонные. И мы надеемся, что вот в ближайший месяц просто не покинемся и с хорошей результатом. Спасибо. Я тогда точно такой же вопрос отрисую Екатерине. Екатерина, по вашему мнению, какие продукты будут пользоваться? У них больше гулянтов? Если мы говорим про российский рынок, то мне кажется, это будут смарт-часы. Вот. Если про мировой рынок, то это будет смарт-одяжда, смарточки. Мне так кажется. В России смарт-одяжда, смарт-одяжки не будут пользоваться? Ну, может быть, смарт-одяжки еще, да, в малом количестве, да, будут набирать популярность. Фитнес-трекеры чуть-чуть упадут. На мировой рынке просто больше ассортимент смарт-одяжков. Представляем, что это смарт-одежда. У нас очень метод, но все это проверяется на рынке. Вот. А смарт-часы есть, немного подороже, чем фитнес-трекеры. Я думаю, что все сейчас набалуются фитнес-трекерами. Вот. Отчасти они более функциональны. Вот. И также оснащены курсы дрекеров физической активности. То есть будут переходить на что-то новое, более функциональное. Можете бы сказать, что там, может быть, 3-4 года в России будет, не знаю, смарт-часов или смарт-одежда? Или же… Смарт-часов, да. Смарт-одежды, не знаю, может быть, смарт-очков. Потому что многие российские производители заинтересованы в дополненной реальности. Вот. Поэтому, но все равно категория достаточно не печатная. То есть это продукты роста, даже считая, особенно смарт-одежды, они будут продавать, будут покупаться, но просто не составят основной трафик. То есть, может быть, они будут покупаться, но… Основная причина, потому что продукты смарт-одежды – это ценовой фактор. Да. И то, что появляется на рынке. Хорошо. Тогда, Игорь, у меня был тоже еще один вопрос. Как Вы считаете, вот, с точки зрения инструментов, которые влияют на поведение пользы, то есть, ну, рублей клиентов от Ваших проследов, что можно ожидать на данный момент? Когда смотрели ли какие-то аналоги, может быть, в Ваших устройствах или других таких устройствах? Ну, всем, в общем, известно, что технический прогноз у нас называется скачкообразным. И вот эта ниша мобильных наносимых устройств, она, конечно, далека от исчерпания. И, конечно, в этой сфере, так сказать, еще есть куда развиваться. Ну, мне кажется, вот, гадать, что будет сложно достаточно, то есть, показано, идем в каким образом. Реализуются все возможные решения. А потом на рынке часть отпадает, часть остается. Вот. Ну, не знаю, мы с моим проектом немножечко вперед забежали. Вот. И как мы ждем наших пользователей, когда, значит, они поймут, что просто насильные вот эти устройства, ревазные, они требуют каких-то дополнительных усилий, вот это, мне кажется, будет отборгаться. То есть, не надо делать ничего лишнего. Вот это лишние вещи, сложные вещи. Они не работают. Это вот сейчас очевидно совершенно на сайтах. Все стали делать как садиться попроще, пофункциональнее. А был период, когда, так сказать, такие навороты делают. Не работает это. И здесь, наверное, какой-то период такой будет, что вот сложные вещи, не необходимые, они, конечно, будут нападать. А вещи необходимые останутся. Спасибо. А у нас заканчивается, как мы говорим в судьбе, и пойдем продолжать ответственный вопрос. И вот, насколько я знаю, мы сейчас пытаемся активно начать продажу за рубеж. Сколько у нас у нас удача-нешдача идет, и с какими трудностями вы столкнулись? Спасибо за свой вопрос. Вот смотрите, касаемо продаж за рубеж, у нас есть несколько рынков. То есть наиболее, конечно, у нас сейчас продаж на данный момент в Латвии. У нас там есть инструментов, через которые мы продаем наши гаджеты. Также у нас сейчас недавно появился инструмент Института Израиль. Там также будут продажи наших гаджетов. Глобальным мыслям, не планируем, но выход на международный рынок. Также мы выставляем сейчас в Амазоне. Вот, касаемо проблем, с которыми мы столкнулись, действительно существенные, скажем, круповые запорочки. То есть, скажем, это юридический вопрос, связанный с сертификатами для уплаты налогов, связанный с банковскими счетами. Вот, ну, скажем так, нам же делаем вот так решение этой проблемы. Вот на Амазон мы буквально несколько дней назад отправили уже партии товаров, которые будут выставляться на ремонту и на европейский амазон, на американские. То есть, у наших кармских товаров там есть, жители Европы и Америки могут заказывать наши гаджеты. Мы надеемся построить нам это точно.